Во Владимире, как и в большинстве городов региона, парад Победы и салют отменили из-за коронавируса. Но 9 мая с раннего утра жители областного центра шли на площадь Победы, чтобы почтить память своих родных и близких. И даже холодная дождливая погода не смогла этому воспрепятствовать. Наверное, даже стыдно, если бы дождь нас остановил. Хотя бы немножко почувствовать ту атмосферу, в которой находились наши деды. Им не приходилось выбирать ни погоду, ни время года, ни жизненные обстоятельства. Некоторые горожане шли к вечному огню не только с цветами в руках, но и с фотографиями своих родных, погибших в период Великой Отечественной войны. Бессмертный полк в этом году проводили в режиме онлайн. Но владимирцы посчитали этот формат неприемлемым. Мини-колонны из 10-15 человек периодически сменяли друг друга. Просто мы друзья, поэтому мы пришли вместе. Если кто-то хочет ограничиться онлайном, пусть ограничивается. Мы не ограничиваемся онлайном, мы вживую. Дух победы можно почувствовать только вживую. На картинках гораздо в меньшей степени. А вот дух единения можно почувствовать только так. Отдать дань уважения своим товарищам, не вернувшимся домой с войны, пришли и сами ветераны. Мария Емельяновна через несколько месяцев отметит свой 100-летний юбилей. Она прошла всю войну. Родственники не смогли ее отговорить не выходить в такую ненастную погоду на улицу. У вечного огня она, как всегда, в своем парадном костюме молочного цвета, с орденами и наградами. Это сколько было слез, когда закончилась война. Сколько было гибели, сколько было детей погибших. Сколько всего было. Это только одному Богу известно. Николай Петрович, труженик тыла, в этом году ему исполнится 91 год. Ходит с трудом. Но дома усидеть не смог. Пришел возложить цветы в память о своих товарищах. Если бы победы не было, мы бы, кто знает, рабы у немцев, наверное, были бы. Больше ничего. Эксплуатировали нас, как хотели, и могли бы убить, и все. А мы до сих пор живем, и ничего. А вот ковровчане коронавируса не побоялись и отметили День Победы с должным размахом. Парад состоялся. По проспекту Ленина прошли колонны военнослужащих и боевой техники. Вечером прогремел и праздничный салют. Кстати, фейерверк в честь 76-й годовщины Победы устроили в городе Юрьевпольский. Местные власти заявили, что не смогли лишить горожан такого зрелища. Елена Масленникова, Егор Дейкевич, 6 канал.